Никита и Данила приходят на эту спортивную площадку практически каждый день. Талится деревня небольшая, разгуляться особо негде, а энергию ребят хоть отбавляй. Вот и занимает свободное время отработка ударов по воротам и пробует себя в роли вратарей. Они могли бы придумать и другие игры, если бы была возможность их реализовать. 5 декабря такая возможность появилась. В городском поселении Софрино открыли новую детскую площадку. Я очень рад, что построили площадку. Мы с Никитой, с моим другом, очень ждали, пока построят площадку. Горки очень хорошие, мне все нравится. Раньше была деревянная площадка, немножко скучно было в ней играть. Мы только в футбол играли. Горка там немножко разваленная была. А здесь целых две горки. Две горки, качели, карусели и несколько лавочек. Размер игрового комплекса 160 квадратных метров. Площадка сделана по стандартам областного министерства ЖКХ. Стоимость всей этой красоты 700 тысяч рублей. В ходе конкурсных процедур образовалась экономия бюджетных средств. Возникла идея вложить их в строительство детской площадки в Талицах, о которой давно мечтали местные жители. Депутатский корпус инициативу одобрил. Администрация быстро провела аукцион и подрядчик приступил к работе. Несмотря на погодные перепады, проект удалось выполнить за 10 дней. Пользуйтесь, играйте на здоровье. Но большая просьба соблюдать правила пользования детской площадки. Вот у нас стендик. Беречь ее. Она у нас на долгие-долгие годы. На данный момент детская площадка в Талицах полностью готова к эксплуатации. А вот на окружающей территории работы еще не завершены. Здесь установят дополнительные опоры освещения и новые лампы. Не забыли и про сельский клуб по соседству. В досуговом центре за этот год тоже произошли значительные перемены. Сюда провели газ и оборудовали систему водоснабжения. В этом клубе была проведена большая работа. Клуб газифицирован. Это старый клуб, в котором не было ничего, кроме электричества. Подведена вода. Клуб газифицирован. В настоящее время там сейчас будет оборудовано все сантехникой. Будет уже такой хороший, теплый зимний клуб, в котором можно будет проводить необходимые мероприятия для жителей поселения. Площадка в Талицах добавилась к общему объему работ по благоустройству городского поселения Софрина. В этом году на Софринской территории было построено 4 игровых комплекса, два из которых губернаторские. В планах на 2019-й отремонтировать еще два двора, уложить асфальтовое покрытие и расширить парковочные карманы. На этом программа благоустройства завершится. Павел Розин, Владислав Михалев, Пушкинское телевидение.